Что случилось? Вы знаете, я родился в прошлом веке, я живу в этом веке, я посмотрел, и, вы знаете, я обратил внимание на то, как у нас развивается стоматология. Если раньше надо было ставить мосты, ну, частенько ставить золотые мосты, помните, да, мы не будем говорить про Вторую мировую войну, мы будем говорить чуть позже, чем Вторая мировая война. То есть у моей мамы вставки на золоте, естественно. И, если честно, то получается, что рано или поздно все это дело истерло. По одной простой причине золото, ну, истирается, господа мои. А вы не слышали, что это? Да, ну, истирается. И что теперь? Либо она поменяет и поставит новые, либо что? Либо что? Давайте обратим внимание о стоматологическом центре агат, который располагается за моей спиной. Что они умеют делать и как они умеют сохранять ваши зубы? Интересная особенность. Давайте послушаем. Я бы рекомендовал все-таки поставить имплант, потому что не надо городить там что-то из разряда мостов. Это сложности, потому что сам имплант, он вам дает возможность нормально вкушать еду, потому что он, это и есть то, что поменяло сам зуб. То есть он встает ровно, он так же компенсируется, так же делается. А если мы, допустим, поставили бы мост, то это дополнительная нагрузка на те зубы, которые не предназначены для этого. То есть зуб же, он же должен работать на свой износ, нефиг туда добавлять что-то новое. Правильно? Согласен. Но здесь немножко более такая широкая проблема. Она заключается в следующем. Дело в том, что для любого вида лечения существуют показания. Показания, противопоказания. То есть для установки мастовидных протезов есть свои показания, для установки имплантатов есть свои показания. Дело в том, что здесь во многом должна работать такая, ну, как бы, коллаборация между врачом и пациентом. То есть врач, конечно, предлагает определенные варианты лечения. То есть, собственно, для этого всегда врач рассказывает, что возможно, что невозможно, что желательно, что нежелательно. Вот. Пациент должен здраво оценить вот те варианты, которые предлагает врач. И, как бы, вот они должны прийти к какому-нибудь единому мнению. Почему? Потому что, во-первых, давайте начнем с того, что все-таки на сегодняшний день имплантация – это не самый дешевый вид лечения. Это первое. И, наверное, самый, скажем так, такой момент, что имплантация – это достаточно длительный вид лечения. Потому что процесс интеграции имплантата – это от 3 до 6 до 9 месяцев. В зависимости от того объема, который необходимо произвести. Это первое. Второе. Значит, дело все в том, что в чем достоинство имплантации. Проведение имплантации позволяет избежать такой неприятной процедуры, как обтачивание здоровых зубов, когда они забираются под коронку. Более того, если зуб обтачивается, иногда возникает ситуация, если зуб уже, скажем, имеет какие-то потери, скажем, твердых тканей, иногда возникает ситуация, когда зуб необходимо депульпировать. Вот депульпирование заведомо здорового зуба – это вообще крайне неправильная вещь. То есть этого делать нельзя. Поэтому для того, чтобы не депульпировать нормальные зубы, ставится имплантат, и зубы тогда остаются, скажем, интактные, нетронутые, все нормально. Это вторая часть проблемы. Третья часть проблемы. Если, допустим, есть два крайних зуба, казалось бы, можно поставить мастовидные процессы, но расстояние очень большое. То есть каждый зуб имеет определенный предел нагрузки. То, о чем вы сказали. Да, за себя он отстоит, как пионер. И отстоит долго, и уверенно, и как бы без каких-либо проблем. Но если на него повесить нагрузку там еще трех, или двух, или там четырех зубов, то, понятное дело, он наступит, очень быстро наступит момент, когда он скажет, ребята, дальше без меня. И тогда вот эта конструкция, она полетит под откос. То есть еще раз говорю, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать каждую конкретную ситуацию. Существуют ситуации, вот сейчас очень широко получило распространение такой, скажем, метод лечения, как имплантация «все на четырех». Когда удаляется часть зубов, большая часть, да, ставится четыре имплантата, и делается конструкция, которая имитирует все зубы. Вот. Я против этого дела, потому что я считаю, что нужно максимально сохранить свои зубы. То есть есть такое правило, есть такой постулат. Самый плохой зуб лучше, чем самый замечательный имплантат. Почему? Потому что зуб, это еще раз повторяю, это свой орган, который имеет свои биологические факторы защиты, свои биологические факторы адаптации. Имплантат этого не имеет. Имплантат – это мертвая железка, которая, в принципе, скажем так, мы ее приживили, мы воспользовались адаптационными свойствами организма, мы ее туда, скажем так, поселили. Это такой квартирант, вот, которому, значит, ну, в общем, наплевать на состояние окружающей, там, скажем, квартиры. Вот. То есть он точно так же может заболеть, вокруг него точно так же может возникнуть какой-то, скажем, неблагоприятный процесс. И поэтому, когда мы удаляем свои зубы в угоду, скажем, вот этим вот металлическим конструкциям, это не совсем правильный подход. Это, скажем, нарушение главного принципа медицины – не навредит. Я считаю, что это так. Вот. И поэтому в каждой ситуации есть свои показания. Потому что бывают ситуации, когда люди приходят, у них вообще нет зубов. Вот. И в этом случае стоит альтернатива между, допустим, полным съемным протезом и конструкцией на имплантатах. Смотрите, на некоторых, в некоторых случаях полные съемные протезы держатся крайне плохо. Это, по сути дела, качество жизни сводит, ну, на самый низкий уровень. Человек не может нормально питаться, не может нормально разговаривать, не может нормально социализироваться. То есть это сложно. В этом случае, конечно, установка имплантатов, которые будут служить дополнительными средствами фиксации этого протеза, конечно, это благо. Это положительный вариант. То есть здесь в каждом конкретном случае нужно отдельно с врачом разговаривать. Знаете, в чем проблема медицинского качества? В практически полном отсутствии претензий. В большем уважении к работникам медицинской сферы. И как бы получается от вида почти прописавшегося в Агате от себя лично говорю. Таких проблем не видел вовсе. Про специалистов говорить не буду. Хотя буду. Здесь они из разряда экстра. Экстра качество. И знаете, не бегут. То есть и с зарплатой все нормально. Почему с зарплатой все нормально? Потому что директор внедряет новинки. А для зубов, которыми вы двигаете как минимум 3 раза в день, новинки это идеал. Конечно, по цене они чуть больше, но удовольствие стоит тех денег. И вы, посмотрев материалы на ютюбе, а он аж 14 лет, как будет, и не останавливается, и вы поймете. Жизнь зубов, как и имплантов, меняется год от года. И год от года новинки. Потому что есть специалисты, они здесь, в Агате присутствуют. Конечно, зубы это наша жизнь. Потому что без наших зубов счастье будет со всем другим. И вы даже не будете мне ничего говорить по одной простой причине. У меня так же зубы валятся. Не валятся они просто. Ну, как бы сказать. Это наша жизнь. Без него никак не получается. Единственное, что грамотно, естественно, я достаточно давно бросил курить. Вот мой сын может сказать. Ну, а я не курю при нем, естественно. То есть, а есть люди, которые курят. У них совершенно другие проблемы. Но в любом случае, когда мы обращаемся в центр Агат, здесь именно заботятся о ваших бывших зубах и будущих имплантов. Потому что ставятся они на ура. Потому что здесь одни из лучших специалистов не только города Магнитогорска, но и, наверное, России. Потому что они работают с 1993 года. С 1993 года занимаются установкой имплантов в центр Агата. Продолжение следует...